Рейтинг обращений жителей через систему добродел традиционно возглавляет категория дворы и территории общего пользования. В прошлом году были проведены масштабные работы по благоустройству, в этом объемы не меньше. Но тем не менее еще остаются проблемные объекты, но и они будут отремонтированы. Ежегодное финансирование этой программы в регионе только увеличивается. У нас главный приоритет – это снизить долю повторных обращений. На сегодняшний день эта цифра, исходя из общего объема, составляет примерно 10%. Мы ставили для себя задачу выйти на 5-6% максимум, чтобы покинуть зону антилидеров. Отдельное внимание на совещании было уделено проекту «Прибрежный патруль». Он уже доказал свою эффективность. Благодаря работе комиссии приведены в порядок несколько десятков прибрежных зон. В том числе ведется большая работа по нормализации ситуации вокруг Большого Немчиновского пруда. Наши рейдовые осмотры, территорию водоемов продолжаются. По итогам этих рейдов у нас очищаются прибрежные зоны, вывозится мусор, ликвидируются незаконные постройки. Считаю, что в округе в целом впервые ведется очень масштабная работа в этом направлении. И она, очевидно, приносит важный результат. Глава муниципалитета поздравил руководителей образованных территориальных управлений округа. Многие остались на своих местах. А это значит, что и решение острых моментов будет более эффективным, так как они лучше других знают болевые точки своих поселений. Проблемы и задачи будем решать вместе с жителями, что называется, на вытянутой руке. Поэтому, собственно, и во всех территориях остались наши администрации. По итогам совещания Андрей Иванов дал ряд поручений. Все они должны быть выполнены в срок. Отчет будет предоставлен руководителю муниципалитета. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.